добрый день как обычно с вами я алекс дежурный по кухне сегодня мы готовить будем постный супчик постный очень постный супчик из самых простых ингредиентов сейчас все это увидите воду набрали в кастрюлю необходимый объем и поставили на газ для приготовления супа нам нужно будет обыкновенная цветная капуста лук картофель мочим лук мочим картофель моем и чистим картофель чистим лук картофель и лук почистили приготовили к нарезке пока вода закипает мы готовим капусту разбираем ее на соцвете укладываем в тарелочку или нарезаем картофель и лук картофель нам нарезаем кубиками лук нарезаем соломкой при помощи вот такого ножа это очень удобно пока мы делали нарезку закипел бульон сейчас мы запускаем туда наши остальные ингредиенты картофель и капусту капуста имеет такой цвет потому что она была заморожена лежала в морозилке вот но она мороза не боится свариться будет очень вкусно теперь мы это все размешиваем и добавляем лук пока в кастрюле засыпанные продукты закипают мы порежем самый главный ингредиент это помидор вот овощи закипели немножко поварится потом мы добавим помидор почему мы добавляем его чуть позже для того чтобы картофель когда варится он стал мягким и не был грубым и твердым и жестким и приготовим сельдерей но и вон мы добавлять не будем в кастрюлю мы его добавим отдельно отдельно в добавим сельдерей чтобы все витамины сохранились и его варить не нужно совершенно он будет свеженький придавать пикантный очень ароматный вкус картофель поварился овощи поварились теперь добавляем туда помидоры перемешиваем соль я уже добавил когда вода только было поставлено для того чтобы вода закипела быстрее соль она закипает быстрее и теперь ждем когда закипит убавляем огонь и будем томить его на малом огне вот борщ у меня потомился вот такой тон вид имеет сварилась картофель сварился теперь мы заканчиваем добавляем приправа смесь 5 перцев добавляем базилик добавляем лимон для усиления вкуса и кислоты и пикантности вот такой вот получилось но можно добавить вот эту лаврушку но не знаю нас ли как-то не очень она прижилась вот добавим ладно ничего страшного и добавим красного перца и когда уже будет готова при подаче можно будет добавлять перец горошек измельченный свежеизмельченный вот мы сейчас потомиться еще немножко будем пробовать ну вот наш сурчик готов будем его дегустировать вот такой супчик получается очень вкусный очень простой проще только манная каша наверное бывает и очень питательный чего в супе не хватает выясняем горячий суп приготовлен по бабушкиному рецепту когда то время еще когда были русские печи и все закладывали одновременно в большой казан заливали водой и ставили в печь это милость она там часа полтора два вот и потом получалось примерно вот такой зажарку не делали это мы сейчас зажарку делаем но вот этот вот без зажарки абсолютно постный вообще да ни одной жерельки нету суд но он очень вкусный ароматный лимон придает кислинку такую специфическую сельдерей придает аромат классный и помидор придает такой вкус весны очень сочетается все это хорошо ему естественно капуста как наполнитель потому что практически вкус она никакого не дает хотя бульон весь основана капуста на капусте вот такой вот супчик у нас получился и так приятного аппетита еще один момент я хочу вам показать вот эту пасху ой кулич вот этот вот который мы сделали видео есть по него мы его попробовали очень он вкусный получился выпить испечен он вот на этой вот чудо-машинке никаких хлопот забот ингредиенты насыпал поставил и все это дело испеклось так что если у кого-то есть печка попробуйте ну а тем кто любит маслины могут добавить маслины посмотрим по своему вкусу нарезать их в тарелочку или прям в кастрюлю запустить можно добавить добавить укроп можно добавить еще какие-то ингредиенты на любителя потому что у каждого из нас вкус на фломастер разный сколько фломастеров 100 30 вкусов вот на во всяком случае смотрите видео ставьте лайки лайки подписывайтесь но и ждите новых выпусков с вами алекс дежурный по кухне